Здравствуйте, с Вами снова Фантом. Серия заметки о магнитостатике. Давайте сегодня коснемся двух интересных тем. Например, что будет происходить с изолидниями напряженности по мере удаления сенсора от поверхности момента. Для начала, как находится. Попробуем узнать, а что нам об этом говорит наука. Все, что находится по данной теме в интернете – это закон Био Савара Лапласа. Закон Био Савара Лапласа – физический закон для определения вектора индукции магнитного поля, порождаемого постоянным электрическим током. Был установлен экспериментально в 1820 году и сформулирован в общем виде Лапласа. Лапласа показал также, что с помощью этого закона можно вычислить магнитное поле движущегося точечного заряда. Дальше следует большая куча формул, за которой, как всегда, полностью теряется физический смысл. Так что давайте мы их пока опустим. Постойте, но это все касается тока в проводниках, а у нас же магнит. А, понятно, поле постоянного магнита, по мнению науки, также порождается током в виртуальных миниатюрных кольцевых проводниках, коими являются атомы ферромагнетики. А значит, берем огромное количество этих самых миниатюрных кольцевых токов и… знаете, возможно я плохо искал. Но кроме уравнений для расчета вектора магнитной индукции от единичного контура с током, ничего вразумительного найти не удалось. То есть, как грубо рассчитать, напряженность поля соленоида стала более-менее понятной, хотя и весьма непросто математически. А вот касательно постоянных магнитов – полная тишина. Никаких вразумительных формул я так и не нашел. К чему бы это? Хорошо, если ориентироваться на динамику изменению поля от проводника, то оно должно меняться обратно пропорционально к квадрату расстояния от оси. Кстати, интересный вопрос. А если магнитное поле в промежутке между осью проводника и его поверхностью, то есть в теле проводника, есть повод исследовать эту тему? Итак, примем за рабочую модель, что напряженность поля магнита по науке обратно пропорционально квадрату расстояния от его поверхности. Посмотрим, что на эту тему сможет сказать наш скамер. Снимем скан и построим 2D график. Ну что ж, в целом похоже на правду. Однако это макро-уровень. Было бы несколько странно, если бы даже на нем данные смирения не полностью соответствовали базовым законам физики. А давайте посмотрим более пристально на мелкие детали. Для этого применим нашу программу построения изолиния напряженности. Заодно, кстати, и проверим ее работу на достаточно логически предсказуемой модели. Дело в том, что некоторые зрители в своих комментариях сомнились в том, что показанные на сканах изолиния магнитное поле являются объективным следствием обработки результатов измерения. По их мнению, рисунок изолиния является результатом некого цифрового шума при перекодировке. Отлично понимаю, что сознание многих тяжело воспринимает новое и проще всего списать выбивающийся из стандартов неудобный факт на результат ошибки. Так вот, давайте попробуем создать ситуацию с предсказуемой внутренней логикой, основанной на ранее известных научных данных. И посмотрим, следует ли динамика изменений тех самых изолиния от скана к скану и этой самой логики. После этого мы заново подумаем, может или нет показанные методы исследования отражать пусть пока неизвестную, но все же достаточно объективную сторону реальность. Возьмем кубический магнит 10х10х10мм и сделаем последовательность скана полюсной поверхности с каждым сканом, отдаляясь на полмиллиметра от нее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь снимем аналогичную последовательность сканов, но для экваториальной поверхности того же магнита. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь давайте возьмем два магнита и посмотрим, как меняются изолинии полей при взаимодействии двух одинаковых магнитов при меняющемся расстоянии между ними. Сначала обратим магниты одинаковыми плюсами друг к другу. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь перевернем один из магнитов так, чтобы магниты обратились противоположными плюсами друг к другу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Увидеть какие-либо следы так называемого скалярного магнитного поля, о котором впервые написал Геннадий Васильевич Николаев. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. На этом завершим сегодняшний видео. Увидимся в следующем ролике. Благодарю вас за внимание. С вами был Фантом.